11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». В студии Владимир Сметанин. Есть Иклана Занько. Добрый день. Здравствуйте. Хорошего рабочего дня или хорошего отдыха, если вы не работаете или уже не работаете. По второму часу сразу перейду, анонсирую приход в нашу студию представителя нашего дорогого опорного университета. Мы будем говорить об успехах молодых ученых. Молодых, насколько я понимаю. В частности, президентский грант получен одним из ученых за то, что он создал вибропоглощающий материал. Вибро- и шумопоглощающий материал. Это все может использоваться в первую очередь в автомобилях. В простонародье шумка. Шумоизоляция. Почему тебя это заинтересовало? Вообще радуют новости из ВИАДГУ. В связи с тем, что изобретение, которое патентуют молодые ученые, ВИАДГУ начинает приносить прибыль. Я считаю, что это самое главное. Когда они только изобретают, патентуют, начинают запускать в жизнь и зарабатывать. Об этом тоже поговорим во втором часе после 12-ти. Перед тем, как анонсировать нашу первую тему, мы с тобой хотели все-таки добить вчерашнюю нашу тему. То есть в продолжении, ровно сутки назад мы начинали говорить о трагедии в Перми, где случилась поножовщина в одной из школ. И буквально, видимо, возможно, даже в это самое время, во время нашего эфира принималось решение о том, что все-таки усилить нужно некий пропускной режим наблюдения за происходящим. В общем, да. В наших кировских школах, я читаю сообщение от городского департамента образования, руководителям учебных заведений указано на необходимость проведения внеплановых инструктажей со всеми сотрудниками. Прорабатывается вопрос о дальнейшем оборудовании школ системами управления доступом. Ну, далее идет информация о том, где что, где видеонаблюдение, где тревожные кнопки есть и так далее. Ну, надо сказать, что мы, когда готовили вчерашний эфир, пытались связаться с специалистами городской администрации, которая отвечает за образование. Но, видимо, я не знаю, что там происходило. Трубки никто не брал, к сожалению. Вот сейчас последовало распоряжение некое. Мы, естественно, будем эту тему и дальше разбирать, и отслеживать, и с точки зрения безопасности тоже. Ну, вот, кстати говоря, наши гости, которые сейчас уже находятся в студии, наверное, тоже со своей стороны могут высказаться по этой теме. Я представляю Артура Абашева, заместителя председателя общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Как длинно, да? Здравствуйте. Ну, надо же до конца сказать, а уже Дениса Шадрина, короче, представим. Да, добрый день. Да, тоже член ОНК Кировской области. Так вот, здравствуйте, коллеги. А можно я комментарий зачитаю, который есть у нас под этой новостью на сайте, он как-то перекликается. Под новостью о том, что усилить меры, проверки, бла-бла-бла. Если, один из пользователей пишет, если все дело в охране, сигнализации и турникетах, то самыми безопасными местами в стране были бы лагеря и тюрьмы. Но это не так. Не больше ли влияет моральная атмосфера в обществе? Культ силы, насаждение, нетерпимость и так далее. Наверное, сейчас мы не будем о моральной атмосфере прямо вот сейчас вот с этой точки говорить, а меня интересует вопрос коллеги следующий. Вчера, когда мы делали эфир, в том числе поднимался вопрос о том, что система воспитания, работы с подростками специальных учреждений, где подростки с девиантным поведением находились от учебных до вот этих вот охраняемых, как называется, все время забываю, для нарушителей-то вот комитет-то с подростками, кто работает? С ПДН. Комиссия по делам совершеннолетних и защите их прав. С защитой их прав, вот что они теперь только права защищают, а никто, значит, ими толком не занимается, и они безнаказанными выходят, и никто их перевоспитать не может. Это все время, конечно, ссылается на советский опыт, когда было то, и все, и пятое, и десятое, и вообще многоступенчатая система там, да, которая влияла на ячейку общества со всех сторон. Мы это тоже будем разбирать в ближайшее время. Вот что вы можете сказать о том, как сейчас правоохранительные органы, в том числе, работают вот с подобными подростками? Ну, вы, конечно же, читали новости. Ну, конечно, нет, вопрос в том, что, ну, вот у нас, например, в области находится одно учреждение для детей с девиантным поведением, то есть в Орлове оно находится. И рецидив после помещения вот в это учреждение достаточно низкий, то есть он меньше 30%. То есть те ребята, которые попадают в Орловское учреждение, как оно называется? Ну, да, то есть он постоянно подопекает Бричалова. И вывозит, вывозит там боевые искусства, там показывают единоборство. И боевые искусства, и на массовое катание. Подождите секундочку, ну хорошо, сейчас мы это тоже разберем. Итак, в Орлове есть учреждение, как оно называется? Спецшкола-интернат для детей, ну, тоже очень длинное название, для детей с девиантным поведением. Спецшкола-интернат для детей с девиантным поведением. Кто туда попадает? Туда попадают лица до 14 лет. То есть бывают и 11-летние, которые совершили тяжкие преступления. До 14 лет. Вплоть до убийств? Тяжкие. Да, убийства, неоднократные кражи, угон автомобилей, когда неоднократно тоже. То есть если бы вот вчерашним нападающим было до 14 лет, они бы попали, скорее всего, вот в такое заведение. Что там с ними, какую работу? Или, допустим, в таком подобном учреждении сидел Илья Фарафонов, который когда-то сбил трех человек. В Казани отсидел, да. В каждом регионе есть такое заведение? Нет, не в каждом. В России около 20 с небольшим. 20 с небольшим, совсем далеко не в каждом. В нашем регионе есть сколько человек там сейчас содержится, помните? Точно 100 с небольшим. 100 с небольшим человек, и это ребята до 14 лет, девочки и мальчики. То есть там есть только мальчики, у нас только мальчики. У нас только мальчики. Со всей страны, соответственно. Ну да, есть в других регионах. Девочки отдельно находятся? Ну, девочки в других учреждениях. Что, значит, какие сроки они получают, так скажем? Максимальный срок нахождения там 3 года. 3 года. Если ребенку исполняется уже 14 лет, 15, его из этого, и у него еще срок не окончен? Нет, обычно все-таки судьи помещают туда, ну, с учетом возраста. До 14 лет. Да, и не дают максимальные сроки. Что они там, как они там живут? Все познается в сравнении. Конечно, много лучше, чем взрослые осужденные в колониях. Но если взять с обычной школой, интернатом, то похуже, разумеется. Потому что они находятся под постоянным надзором. Даже когда ночью они... То есть это комнатка на человек на 10-15, допустим. Ну, тоже расположены они. В спальне человек на 10-15. Да, и при этом сидит, ну, как бы охранник, грубо говоря, да, не знаю, как-то... Постовой, да. Сотрудник, который, собственно, следит, как заходит сон, да. В туалет можно выходить только по одному, чтобы ничего там не совершили. А может быть, что угодно. Драка может возникнуть. В туалетах нет перегородок. Туалет открытый абсолютно, нет перегородок. Там постоянные проверки на предмет запрещенной крещей и так далее. А камера наблюдения, вот это вот все? Да, конечно, видеонаблюдение есть. Везде, и в туалетах, и в душевых, и в спальнах. В туалетах и в душевых нету. Только в коридорах. Учеба. Да, их обучают, при этом их учат работать. Дети, например, кто помладше, они занимаются вышиванием. То есть там даже есть дети до 10 лет. Мальчики вышивают. Да, даже до 10 лет там дети есть. То есть они занимаются в основном вышиванием. Кто постарше, уже учат, ну, как на уроках труда, в принципе. А что они вышивают? Вышивают крестики. Картины в основном. Картины. Они куда-то идут, эти картины потом? или это просто такой момент медитации. Вот если честно, не уточнял. Если вышивать картины и складировать их, ну, бессмысленно, их надо реализовывать как-то. А хорошо, столярка какая-то, да? Ну, как на уроках труда у обычных, обучающихся в школах. А вот эта история с Бричалом, о которой вы начали с Володей говорить, это что-то за история? Что именно? Ну, то, что в этот интернат находится постоянная опека общественного... Ну, сейчас это уже глава Удмуртии. Ну, да. Ну, например, регулярно туда приезжают раз... Ну, раньше приезжал по крайней мере раз в год, раз в два года. А с какого времени эта история началась? Ой, если честно, я не знаю, но началась достаточно давно. Так, они приезжали. Ну, то есть еще до того, как я вступал в Уэнк. И что они пытались этим детям? Мер открыть? С новой стороны? Они контролируют, в принципе, ну, начиная там от расходования бюджетных средств, потому что выделяется, ну, финансирование достаточно неплохое у данного учреждения. Там федеральное финансирование, да? Да, точно. Ну, там все неплохо обустроено в этом плане. И что-то за поездки, вы говорили, ну, то есть их вывозят и на культурно-массовые мероприятия, и на массовое катание. Ну, достаточно... А служат там только мужчины, я так понимаю? Или женщины, например, преподаватели есть? Женщины-преподаватели, конечно, есть. Они есть и в СИЗО, они есть и в колониях. Есть какая-то воспитательная работа. А все психологи работают с ними? Да, работают, конечно. Работают с ними. И психологи там, они такие опытные люди, да? Как бы вот, потому что во многих школах, несмотря на то, что положено иметь психолога, разные люди представлены в этой роли. Так, хорошо. И вы говорите, что... Мы нечасто просто посещаем это учреждение. Что рецидив 30%? Меньше-меньше. Даже меньше 30%. Это значит, что ребята, вышедшие из Орловской вот этой школы-интерната, они повторно, да, совершаются... Да, практически. Ну, на самом деле, это низкий процент. Если взять, например, со взрослыми... То есть это хороший результат? Да, достаточно хороший. А если люди идут после этого еще и сразу в армию, то точно, ну, если их потом отправляют в армию, то рецидива после таких нет. Практически нет. Практически нет. Подождите, в армию можно с судимостью? Там не считается это судимостью, это да. Да, вот сейчас нам нужно... Судимость, она как раз уже у более взрослых, с 14 лет. Вот здесь проработали и успели, да, что-то сделать. Но все равно совершается что-то страшное, если ребенок туда попадает. Кража. Ну, убийство тоже самое. Убийство, что-то такое. Мы сейчас после короткого перерыва разберем ситуацию, когда ребенку больше 14 лет, как вчерашним нападавшим. Продолжаем нашу беседу. Члены ОНК, уж так по-простому скажу, Артур Абашев и Денис Шадрин. Кстати, у ОНК у нашего есть сайт полноценный, где есть отчеты, публикуются. Я скажу больше, сейчас у нас даже два сайта. Два сайта. Мы дойдем до этого вопроса. Погодите, давайте мы обещали все-таки рассказать о том, что произойдет сейчас, или будет происходить, или может происходить с молодыми людьми, которым больше 14 лет. Естественно, мы этот вопрос поднимаем в связи с трагедией, которая произошла в Перми, в 127-й школе, когда два 11-классника вошли в школу, не ворвались спокойно, вошли в школу с ножами, зашли в дальний кабинет, где учились четвероклассники, и устроили резину. 15 человек пострадало. Это помимо самих нападавших. Я, кстати, так и не поняла, что с ними-то произошло. Не успели сами себя поколичить. Там разные версии. Один был настроен агрессивно, а второй, видимо, в последний момент испугался, он начал его отговаривать. Вот есть такая версия. Да, но тем не менее, они сейчас арестованы уже. Вчера говорили, что они дают показания. Мы не знаем точно. Но им больше 14 лет. Они 11-классники. Явно совершено очень тяжкое преступление. Что с ними дальше будет происходить? Ну, вероятнее всего, по решению суда их поместят в СИЗО. Например, у нас в Кирове содержатся в СИЗО 2 несовершеннолетние подростки. Много их у нас? Их около 10 до 20 в основном. 10-20 человек. Ну, то есть где-то 14-15 в среднем. На Нагорной. Да, на Нагорной 22. То есть у них там отдельный корпус выделен для них. Есть свой прогулочный дворик, где они могут играть в игры. Есть теннисные столы. Есть библиотека. К ним приходят заниматься. Несколько лет назад мы здесь же, кстати, в эфире «Эхо Москвы» долго обсуждали проблему образования вот этих детей. И эта проблема сейчас решена. Полномоченный по правам ребенка Владимир Шибардин тоже прилагал. Да, и общественная палата Кировской области. То есть много кто тогда помогал. И все-таки проблему эту решили. Сейчас они обучаются. Преподаватели к ним приходят, занимаются. Идут следственные действия. Ну, как и со всеми осужденными. Потом суд. Это уже обычно, да. Суд, безусловно, этих двух парней осудит. И что дальше с ними? Ну, кировских отправляют в колонию для несовершеннолетних. Например, на территории Кировской области такой нет. И их отправляют в Ижевск. То есть раньше, когда-то, несколько лет назад... Котельничивать была у нас, да? Была, когда-то давным-давно. Сейчас там для женщин-второходов. Ну, кто уже неоднократно... Да, мы говорили. Для женщин-второходов. Рецидивистов. Ну, да. Рецидивистов. Так, значит, этих отправляют в колонию для несовершеннолетних. Да. Колонию для несовершеннолетних до 18 лет. Да. Дальше? Ну, а дальше все отбывает наказание. А их переводят во взрослые колонии? Если честно, я в этих колониях не бывал, поэтому не могу прокомментировать. Потому что у нас на территории области нет. Мы занимаемся же только местами принудительного содержания, которые находятся. Но после 18-ти их уже во взрослые переводят. Если не ошибаюсь, там есть какой-то возраст, до которого они все равно там досиживают. Там есть какие-то... Ну, я точно не вникал, поэтому не буду врать. Понятно. В общем, эти два парня в Перми, ну, однозначно жизнь-то себе сломали. Да? Тем самым... Ну, конечно. Серьезную травму причинили вот тем полутора десяткам пострадавших. А если будет он признан, например, невменяемым, то есть психиатрическая экспертиза покажет, что он... Куда таких отправляют? Психиатрическую клинику. Психиатрическую клинику на общих основаниях. Да. Насколько я знаю, максимальный срок содержания психиатрической клиники 5 лет. То есть, если в советские годы могли держать сколько угодно, то сейчас, в принципе, психиатрии, как и в любом нашем здравоохранении, чем больше вылечившихся, тем лучше. То есть, и тоже стараются выписывать. То есть, он, в принципе, выписывался, не опасен для общества, его могут выпустить раньше. Да, мы будем следить за этой ситуацией, обсуждать еще ее с разных сторон, в том числе и какие меры требуются принять для того, чтобы усилить безопасность в наших учебных заведениях, и имеет ли смысл проводить курсы повышения квалификации. Я не знаю, чего там будет, кейтбоксингу обучать учителей, что ли, я не знаю, как отбивать ножи, молодец. Ну, это уже бред. Я тоже не представляю, что можно сделать. Понятно, что нужно было что-то сделать, написать и сказать, но как это будет реализовываться и каких целей это будет достигать, это все нужно, конечно, обсуждать и смотреть, что будет дальше. Это еще хорошо, что у нас в стране свободные огнестрельные оружия не продают. Кстати, уже есть призывы. Уже есть призывы вооружить всех, чтобы давать отпор. Ну, они уже далеко не первый год. Хорошо, давайте к другим делам. Действительно, я тоже сейчас нахожусь на сайте ОНК. На каком из них? На каком из них? ОНК Дефис 43. ОНК Дефис 43. Да, наш сайт. А, он первый поисковики. ОНК Дефис 43, да. Притом это официальный сайт, который был утвержден на первом и единственном заседании ОНК Кировской области. Давайте немножко мы сейчас по организационным моментам тоже пройдемся, потому что не очень понятно, как вы сейчас действуете. Мы-то, конечно, наблюдая за отчетами ОНК на этом сайте конкретно, потому что он регулярно пополняется, видим знакомые нам лица, которые и здесь в студии бывают регулярно. Но ведь у вас есть гораздо больше членов в комиссии ОНК. Что происходит? Они-то где? Мы напомним, что всего членов ОНК 30. Кировск возглавляет ОНК официально. Михаил Михайлович? Да, экс-полковник МВД. Михаил Михайлович Кузьминых, да. Я думаю, Дениска скажет. В прошлом году мы случайно узнали, что есть второй альтернативный сайт ОНК Кировской области, где также размещаются отчеты, которые посещает вторая группа в составе ОНК Кировской области. Скажем это так. Как называется сайт? Без дефиса. А, то же самое ОНК-43, но без дефиса. То есть, и какой-то конкуренции между данными ресурсами мы не замечаем. Они как бы существуют параллельно. Но, как сказал Артур Абашев на первом заседании ОНК 4-го созыва Кировской области, утвержден ресурс ОНК-43. А в связи с чем возникла необходимость? Если вы зайдете на сайт ОНК-43 без дефиса, который... Я зашел. То есть, там можно увидеть, как председатель ОНК принял участие в каких-то выступлениях. Председатель ОНК принял участие в выездном заседании общественного совета при УФСИН. Видеоконференция. А, кстати, про Артура Абашева есть новость. Он помещен под арест в ноябре прошлого года. Ну, дальше опять председатель ОНК и так далее. Да, то есть, принял участие в каких-то культурно-массовых, развлекательных мероприятиях. Но, по факту, как деятельность, там ничего не освещается. То есть, даже если открыть отчеты, которые там, то нельзя увидеть, что они выявили, какие рекомендации вынесли. Да, там навигация не очень, поэтому отчеты надо поискать. В СССР, он председатель ОНК. Ну, то есть, это садик пиара. В СССР, Сергей Кропачев принял участие в работе «Круглого стола», «Рабочая встреча» с президентом Вятской торгово-промышленной палаты Лим Падниковым. Это что? Участие в фестивале цыганской культуры «Руманистан». Да, то есть, видимо, они считают, что этим должны заниматься общественники. Так, что еще? «Рабочая встреча», «Обращения», «Обращения» рассмотрены представителем ОНК и уполномочены по правам человека в кабинете сидят люди. Да, хотя на самом деле обращения идут пачками. Ну вот, есть амбудсмены, председатели ОНК, посетили исправительную колонию номер 17. Только что выявили, не написано. Я так понимаю, что амбудсмен по правам человека и председатель ОНК, Михаил Михайлович Кузьминых, они вот как-то вместе все время. Там, смотри, там ниже еще было заключено соглашение о сотрудничестве между председателем ОНК и уже полномоченным бизнесом, амбудсменом. Я могу только одно сказать. Ни один, ни другой вот как-то не проявляет активности в информационном поле. Они ни к нам не приходят, ни особо там. Вот «Вятский край» интервью дали. Вот что-то такое происходит. Ну, как-то да, такая активность интересная. Видимо, она тоже необходима, потому что ведь есть же вышестоящие начальники, они должны куда-то заходить и смотреть, что происходит. Вот есть второй сайт, на котором мы видим постоянные выезды в колонии. Как это вы делали всегда. И до перевыбора. И делаем. И делаете. То есть буквально только что вернулся отчетникам. Отчет о посещении отделения полиции был Холуницкой, исправительная колония 1, исправительная колония 2, 16, 18, 17 и прочее. Практически, ну, слушайте, у вас за месяц, например, декабрь, вы посетили чуть ли не все колонии. Ну, нет. Недалеко не все. То есть их разве это было? Всего и в Кировской области 19. Не то, чтобы я одних охвалила, других ругала, но меня всегда удивляют сайты любых организаций или администраций Кировской области, или правительства и так далее. Я-то считаю, что они должны быть для людей. Ну, то есть, вот, ребята, сделано то-то. Ребята, у нас проблема такая. Ребята, значит, жалоба такая, сякая пятая. Планы такие давайте обсудим. Когда я там вижу новости сплошной лентой, которая написана, перерезана ленточка, вручены награды, и нон-стоп. Я вообще не понимаю, для кого это. И самое главное, вы не вчитываетесь, скажем так, в пресс-релизы или в информацию, которая размещена на сайте ОНК, без дефиса. Ну, это как про конкурсы снежных фигур. Да, там читаешь и пахнет нафталином 70-х годов. Я правильно понимаю, что у вас нет какого-то плотного взаимодействия? Вот все-таки... Практически нет. Нет его. Но вам не мешают работать и выполнять свои обязанности. Ну, потому что по закону члены ОНК автономны, то есть любые два члена ОНК вне зависимости там... Самостоятельные хозяйствующие единицы, так сказать. То есть имеют право посещать любые места... Ну, с другой стороны, кто-то же должен на пресс-конференциях присутствовать и на круглых столах. Вот, по крайней мере, вы не тратите на это время. А сколько, по вашей оценке, вообще активных таких членов ОНК? Активных членов ОНК, наверное, 10-15, не больше. То есть половина? Это тоже нормально, насколько я помню. Мы этот вопрос обсуждали. Ну, активных, кто вообще хотя бы ездит по колонии. То есть тех, кто выносит какие-то рекомендации, еще меньше. И это тоже нормально, это неплохо. Никогда не бывает, что если... Ну да, конечно, все все равно никогда не... Но за неактивность, лишить статуса члена ОНК нельзя. Человек сам может выйти из состава. Да, выйти может. Может сам выйти из состава. Только никто не спешит. Ну давайте. Правда, у вас был очень активный депутатчик. Декабрь месяц. Да не только декабрь, у нас и январь достаточно активный. Ну давайте про последний случай поговорим. Только что я вернулся из Верхнекамского района, где посетил 6 исправительных колоний. А давайте скажем еще нашим слушателям. 211-101, 211-101. Прямо сейчас можете сообщать или жаловаться членам ОНК, если вы или ваши родственники или знакомые каким-то образом жалуются или страдают. Плюс на 23 февраля у меня в январе запланирован поездка в Мутнинский район в три колонии, куда мы договорились с Муфтием Вятским, чтобы он съездил к осужденным. Потому что есть большая проблема. Мусульман сидит много, но при этом, если священники есть в каждом районе, православные священники есть в каждом районе, и они регулярно ходят в колонии, то к мусульманам никто практически не ходит. И вот договорились с Муфтием, что 23 января я его везу в Мутнинский район, где он посетит три колонии. Давайте прородничный. Это будет впервые? Нет, это будет... В прошлый раз был больше года назад. Больше года назад. Мусульмане уделяют этому внимания тоже, да. А как это все происходит, простите, пожалуйста? Вы говорите, что есть священник православный в каждой колонии? Или он в каждой колонии приезжает? Да, он есть в каждом районе, он приезжает туда. А молельные комнаты есть? Часовни практически, ну не в каждой колонии, конечно, есть, но во многих... И молельные комнаты для мусульман тоже есть? Молельные комнаты есть не везде. Не везде. А по законодательству как? По законодательству они имеют право любые религии исповедовать, но именно право обустройства... Но колонии не обязаны обустроить. Все, понятно. Ну что, про рудничный? Несколько слов или на рекламу пойдем? Давайте идем сейчас на рекламу. Еще раз перед рекламой напоминаю, 211-101, номер телефона прямого эфира. Здесь у нас члены общественной наблюдательной комиссии Артур Абашев и Денис Шадрин. Пожалуйста, если у вас есть что сообщить о работе учреждения, где содержатся заключенные, может быть, что-то связанное с вашими родственниками или друзьями, или знакомыми, можете позвонить через полторы минуты уже буквально. Артур Абашев и Денис Шадрин. Представители общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания здесь у нас в студии находятся. 211-101, номер телефона прямого эфира. Если у вас есть что сообщить, членам общественной наблюдательной комиссии, пожалуйста, звоните, рассказывайте свои истории, может быть, спрашивайте совета, что делать. Ну, мы возвращаемся, да, к нашему плану. Любопытный пост на днях Артур Абашев опубликовал. Давайте просветим слушателей, тех, кто не читал, о чем речь идет. Ездил я в Гротникамский район, на три дня посетил за это время шесть колоний. В основном меня интересовал вопрос подготовки отрядов к зиме, где находятся осужденные живут. Потому что если не утепленные отряды, то людей будут продувать. Я бы представил, что землянки роют. Так, простите. Нет, на самом деле, ну, давайте вообще, как живут осужденные. То, что в фильмах показывают чаще всего, это показывают, как же находятся в СИЗО, когда они по камерам все. А в целом они живут как в казармах армии. То есть это большое помещение на сто коек примерно. Общее житие. Да, то есть общий туалет. Примерно так вот это как быт выглядит у большинства. Вот поэтому я спроверял, все ли окна утеплены. Мы, при том, пожарные выходы находятся часто рядом с кроватями. И бывает, что осужденные жалуются на холод регулярно. Но начальники колонии не могут пожаловаться и сообщить об этом. Ну, и нам боятся даже иногда часто, часто жаловаться даже боятся. А утепляют-то они сами? Утепляют сами, но материалы-то им все равно должны выдать. Я вижу ваших отчетов, что вы как раз обратили внимание руководству колонии утеплить там, значит, заделать здесь. И что? Ну, это, в принципе, делается, потому что к рекомендациям, которые не требуют больших финансовых затрат, они, в принципе, рекомендации исполняются. Кроме того, мы занимаемся защитой трудовых прав сейчас, потому что у нас есть на это президентский грант, который, в принципе, и позволяет нам, покрывая транспортные расходы до колоний. И, в принципе, регулярно выявляем различные нарушения. То есть то осужденные работают без касок им не выдают, то даже без перчаток в зимнее время, без наушников на станках по деревообработке, которые очень шумные. Ну, невозможно разговаривать, там даже кричать, если рядом друг с другом. Что за проблема? Там финансирования, что ли, не хватает на элементарные вещи, которые необходимы по технике безопасности? В том числе, да. Да, финансирование? Техника безопасности, да. А после того, как вы пишете свои предъявления, в какие сроки решается вопрос? Смотря какие опять рекомендации. Ну, понятно, что каски тогда сразу одевают, перчатки выдают. Но то, что они требуют вот таких вот затрат, это, конечно же, делают. Станки больше... Сейчас мы приходим, мы часто видим, на станках надпись не работает. Их просто выключают перед вашим приедем. Да, и вешают табличку, что они работают, потому что и станков, ну, они не соответствуют требованиям техники безопасности. Старые? Да, конечно, старые советские станки. И на них просто вешают табличку, чтобы формально нельзя было придраться к ним. То есть не написать о том, что вот вы используете осужденных на станках, которые не соответствуют требованиям безопасности. Володя, ты к чему клонишь, все-таки возвращаясь к посту твоему, после того, как ты выехал из колонии? Да, это был первый случай такой, что один из сотрудников колонии, вероятнее всего, я думаю, что это была колония-поселение 32-я, где мы тоже вынесли несколько рекомендаций по улучшению быта для осужденных, позвонил своему знакомому сотруднику ДПС, ну, понятно, что Вернекамский район маленький, там, подни поселки небольшие, и сообщил, что я якобы нахожусь в состоянии алкогольного опьянения, меня нужно проверить. Это было вот тут, 14 января? Да, то есть сотрудник ДПС не скрывал абсолютно того, что его попросили, что он специально ради этого выехал на трассу, поехал за мной, остановил меня с мигалкой, все как полагается. Ну, ожидая, притом сотрудники ДПС, ну, я знаю опыт, что в Екатеринбурге тоже сотрудники ДПС использовались неоднократно, именно по наводкам сотрудников УФСИН, и мешали правозащитникам проверять отделы, например, полиции. То есть, ну, можно составлять протокол, например, можно несколько часов формально. Ну, он задержал тебя, сказал Артур, и мне тут позвонили. Да, то есть он не скрывал это. Говорят, пьяный, давайте-ка мы вас проверим. Да, давайте. Тут нормально. Ну, с одной стороны, да. Ну, с одной стороны, я понимаю, что он должен проверить сигнал, да. Нет, он по форме начал общаться-то все равно, представился и так далее. А потом уже в процессе общения выяснилось, что ему позвонили с рекомендацией проверить водителя такой-то машины. Да, понимая, что сотрудник полиции может быть предвзят, ну, потому что ни с того, ни с сего. Ну, первый раз, на самом деле. У меня вот раньше, сколько у меня, 12 лет водительского стажа. И, в принципе, я не знаю, каким дураком надо быть, чтобы ехать пьяным из Леснова в Киров 300 километров по зимним дорогам. Остановил. Остановил, да. Дунул в трубочку. Предложил дунуть в трубочку. Я, разумеется, отказался, потребовав врача, ну, сразу, что давайте проходить медицинское свидетельство у меня в присутствии врача. Мы после этого составили... А, притом, когда, ну, в протоколе об отстранении транспортных средств напишут, что покраснение красных покровов и неадекватное поведение. Я спрашиваю сотрудника полиции, а в чем заключается неадекватное поведение. Он сказал, что так вы требуете защитника и... Это действительно так. Да, это записано на видео, то есть я взял практически все время съемку. Молчается, покорятся. Да, на телефон. Подавал письменное ходатайство о допуске защитника, которое сотрудник полиции отказался взять. Это все зафиксировано на видео? Да, это все у меня зафиксировано, да. Приехали двое других сотрудников ППС, правда, чтобы, видимо, чтобы я не сбежал, поставили машину, перекрыли, хотя я, в принципе, не собирался сбегать, но все равно. До доктора доехали? До доктора доехали. То есть на служебном автомобиле поехали? Я знаю, что имеется как минимум три врача, которые имеют право проводить медосвидетельствование. Притом для этих целей есть специальный дежурный врач, который всегда должен быть на телефоне. Ну, то есть мы должны позвонить, он должен подъехать. Якобы не дозвонились ни до одного из врачей и сказали, что поехали в Кирс. А этот Кирс находится в 35 километрах примерно. А, поехали. Да, притом дорога далеко не самая лучшая, ехали не спеша. Это все на патрульном автомобиле везли, да? Да, это уже на патрульном автомобиле везли. Потом там еще ждали врача чуть-чуть. Ну, достаточно, ну, потратили, в общем, где-то около четырех часов. А процедура в чем заключается? Процедура, в принципе... Кроме берута или? Нет, то есть дунуть в трубочку, потом через 20 минут дунуть второй раз в трубочку, сдать мочу на анализ, ну и, в принципе, все. И все, и выявили, что алкоголя нет. Да, если бы провели экспертизу сразу в рудничном, это бы заняло часа полтора максимум, ну, с учетом оформления всех бумаг. Алкоголя нет, что сказали? Алкоголя нет. Ну, то есть потом довезли до машины, ну, извинились даже, как и требует. Новый регламент, он сейчас требует вернуть обратную. То есть вот на эту историю потратили силы трех... То есть второй член НК, с которым я ездил, он просто сидел на трассе в этой машине. Да, ну, просто потратили силы трех ДПСников, да, в четыре часа их времени, или еще врачи. Две или три машины ДПС... Вопрос в том, что потратили наше время. Они-то работают, они получают зарплату за это. Я-то просто про них там, да, вот именно что. За что получают-то? За что получают-то? Две или три, сколько там машин ДПС было? Две? Нет, то есть был патрульный автомобиль ППС, в котором было двое сотрудников. Один сотрудник ДПС, который вот меня остановил, и потом еще в трюсе присоединился еще один сотрудник ДПС. Прекрасно. Вот такое количество народу четыре часа отрабатывали сигнал, что как будто бы вот член ОНК пьяный поехал. Притом, я не знаю, как нельзя было найти врача в Рудничном, потому что это очень небольшой поселок, где, в принципе, все друг друга знают. Ты что-то будешь делать с этим? Или с этим не надо ничего делать? Просто сообщил людям, рассказал, и все. То есть, насколько я понимаю, ГИБДД будет проводить проверку по факту публикации моей. Кроме того, была написана жалоба на сотрудников ППС по другим поводам. То есть, они находились без нагрудных знаков. Один из них отказался представиться. Припарковали машину под углом, ну, примерно 30-40 градусов к дороге, хотя нужно ставить параллельно. Связался с мирозащитником. По идее, если бы они включили спецсигнал, то тогда без проблем. То есть, ставьте как угодно, нарушайте правила. А тут они припарковались неправильно. Я делал им замечание, но они отказались все равно переставить ее. А вот эту историю не опубликовал сайт ОНК-43? Еще нет, я еще не писал. Я еще не вижу, что задержан следует ОНК. Я не был задержан, я был отстранен. По сути, даже из всех мне не выдали акт освидетельствования. То есть, история еще не закончена, и ты будешь добиваться, чтобы она... Насколько я знаю, там один человек написал в прокуратуру по этому поводу. На кого? На тебя? Нет, проверить действия сотрудников полиции. А, вот. Тот человек, чье имя нельзя называть в эфире. Так, это кто? Ну, я имею в виду Антонна Долгих. А, ну, он помогает тебе, да? Нет, он не помогает мне, он просто удивляет своей историей, да, и тоже написал заявление в прокуратуру. В принципе, прокуратура тоже проверит. В принципе, проверки будут проходить, чем это закончится, узнаем, я думаю, в течение трех недель. Вы выложите все естественные действия сведений. Каков прогноз-то, исходя из опыта? Из опыта? Ну, вот формально в действиях сотрудника ДПС, да, нарушений, ну, единственное, что он не допустил защитника, это сам. И не смог обеспечить прохождение медосудительствования непосредственно в рудничном. Потому что потратили большую часть времени именно из-за того, что мы сначала ждали врача в рудничном полчаса. Вопрос, чем ты удовлетворишься? Беседы профилактические? Нет, мне важно, чтобы больше подобного не повторялось, чтобы сотрудники по наводке УФСИНа, вот по таким вот, ну, притом звонок поступил ему именно на сотовый, даже не был зарегистрирован в КУСПИ, ну, не поступил через дежурную часть, как, по идее, это положено делать. То есть, понятно, что если бы это был официальный звонок, то сотрудник ДПС должен был его отработать обязательно, ну, проверить. А тут получается, что человеку просто позвонили на сотовый, он приехал и потратил своего и нашего времени 4 часа. Из-за этого второй член УНК опоздал на работу, тоже, что малоприятно. Какой сотрудник все-таки душевный попался, рассказал, что позвонили? А к его спросили, он же должен был ответить? Ну, да, ну, просто на основании чего? То есть, я его спрашивал, ответил. У нас остается буквально 4 минуты, я хочу еще одну историю с вами посудить. Вот ты, Артур, сказал, что иногда осужденные, да, содержащиеся в исправительных колониях не могут жаловаться, боятся жаловаться. Мы помним эти истории, которые происходили в нашем регионе, и вы сотрудничали, то есть вы работали по этим вопросам. Они связаны с Эдуардом Горбуновым и Алексеем Галкиным, которые свои жалобы через вас передавали, и в итоге за это поплатились. Ну, не только через нас, они через адвокатов передавали жалобы. Увеличили срок содержания, а другому, который уже отпустили, он потом жаловался, рассказывал о пытках практически, там, где он содержался в тюрьме, и его снова посадили. Да. То есть этим делом. И это же проблема, это такое запугивание заключенных, чтобы они не могли рассказывать. Да, и при том, это запугивание не только, да, вот есть два факта, да, еще об этих фактах, ну, вывешивают на всех стендах в отрядах все эти случаи, о том, что вот он пожаловался, сообщил, посадили. Вывешивают эти случаи в отрядах? Вывешивают эту информацию о том, что новости, да, о том, что посадили, за то, что пожаловался, сведения не подтвердились. И это производит вселенное впечатление на суждение? Конечно, то есть после этого боятся еще больше. А что с этими двумя мужчинами, Горбуновым и Галкиным сейчас? Ну, сейчас находятся в колонии, ну, насколько я знаю, Галкина возбудили не только дело за ложный донос, когда он находился в СИЗО, на него еще и за это возбудили, то есть он оскорбил сотрудника полиции, ну, точнее, сотрудника УФСИН. То есть и за это дополнительное дело. Еще одно дело. Еще одно дело за оскорбление сотрудника УФСИН. А правозащитники как-то с ними работают, с этими двумя? Насколько я знаю, с Галкиным работает движение за права человека. Насчет Эдуарда Горбунова не знаю. У Эдуарда Горбунова была представительница интересов? Ну, то есть у него есть облака. После этих двух случаев значительно сократилось количество жалоб из колонии? Или никак не сказалось? Нет, конечно же, сказалось. То есть люди, ну, по крайней мере, на избе, ну, даже в прокуратуру и то падают, ну, уже количество жалоб, потому что боятся люди. И с нами-то боятся общаться, то есть мы вот осужденных, ну, обычно выводим на разговоры только уже в ИВСах. В изоляторах временного содержания, которые подведомственны не непосредственно УФСИНу, а именно полиции. Да, когда естественные действия вывозят в район. Да, формальные действия, ну, эти независимые структуры только от друга. И там они более свободно могут говорить. Но они говорят перед этим, что вот мы боимся там, да, и мы опасаемся, у нас есть угроза и так далее. Да, они говорят, что, ну, они открыто признаются, да, что мы вот, ну, в колонии мы точно не станем там разговаривать, потому что боимся. Либо те, кто был неоднократно судим, уже тоже мы спрашиваем, как в той колонии, как в этой колонии. То есть именно только так получаем информацию. Особенно на личном приеме, допустим, когда они без сотрудников УФСИН тоже. Рассказывают? Ну, конечно, рассказывают, но опасаются таких встреч. Потому что сотрудник УФСИН не контролирует, с какими жалобами, скажем так, заключенный обращается в ОНК. Что он будет именно произносить? Можно еще про одну известную личность, известную в кавычках упомяну? Ну, Эдуард Игнатьян? Ну, находится. Находится, отбывает. Еще отбывает наказание. Отбывает. Ну, у него есть и поощрение взыскания. То есть он, ну, условно-досрочное освобождение, он вряд ли выйдет по судебной, ну, как по сложившейся судебной практике. Но, в принципе, особо на условия, ну, жалоб на условия содержания от него не поступало. Находится в обычном отряде. То есть не в строгих условиях содержания, не в штрафном изоляторе. Просто, ну, в принципе, как большая часть осужденных. Там остается-то не так уж и много. Ну, остается не так уж и много, но он находится в Умутнинске, отбывает наказание. Особо не выделяется. И вот буквально еще одну личность упомяну. Хамзат Бахаев, осужденный, один из осужденных по делу Бориса Немцова. На днях буквально новость, что он будет отбывать наказание в Кирово-Чепецке. Ну, я не слышал про это. Не слышал еще. Ну, я думаю, встретимся. У меня на следующий месяц запланировано посещение Кирово-Чепецких колоний. Там просто их находятся четыре. Давайте еще заканчивается наша программа. Еще раз сообщим нашим слушателям, как они могут обратиться к вам, если возникнет необходимость помощи. Лучше, ну, можно меня всегда найти в соцсетях, Артур Абашев. Фейсбук, Контакт. То есть, Фейсбук, Контакт, даже одноклассники. Можно писать в Телеграме, Вайбере, Ватсапе по номеру телефона 8 912 711 4288. То есть, трубку я беру редко, а писать в мессенджерах ради бога, ну, спокойно. Ну, и кроме того, на сайте, на сайте унк.дефи43.ру. Есть форма обратной связи, где можно выбрать любого члена УНК и отправить ему обращение. Прямо в шапке. Очень простая форма обращения. Вы регулярно проверяете эти обращения. Да, конечно, сразу поступают на почту и даже в телефонах стоит. И в тот же день вы видите сообщение. И отвечаю оперативно. Не забывайте указывать ваши контактные данные, чтобы было понятно, как с вами связаться. Спасибо, Артур Абашев, Денис Шадрин. Мы завершаем первый час. И сейчас будут новости, тематические программы и реклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова